К другим темам. В области Улутау нет ни одного детского лагеря. Все, что были раньше, сначала стали частными, а затем и вовсе перестали функционировать. Как власти региона намерены решить вопрос организации летнего отдыха, разбиралась Елизавета Шалина. Жизгазганка Актол Кынсабитова воспитывает двоих школьников и, как большинство родителей, ломает голову над тем, чем занять детей во время летних каникул. По словам женщины, выбор у них невелик. Старший сын заканчивает седьмой класс, но ещё ни разу не был в детском лагере. В нашей области их нет, а отправлять в другие регионы возможности не имеем. Те путёвки, которые выдаются государством, предназначены для определённых категорий. Мы к ним не относимся. Было бы очень хорошо, если лагерь открылся бы и в нашей области, да и по цене это более приемлемо для большинства родителей. Детские лагеря «Дружба Орлёнок», построенные в прошлом столетии, давно перестали работать. Сейчас на их территории царит тишина, а жители региона постоянно поднимаются и принимают вопрос о необходимости строительства новых учреждений. И, похоже, дело сдвинулось с мёртвой точки. В области намерены возвестить три детских лагеря. В данное время выделен земельный участок на территории города Жасказган. Это будет на 400 мест круглогодичный лагерь. И в данное время разрабатывается проектно-смертная документация на строительство этого лагеря. Запустить объект должны в 2026 году. Также в планах строительство двухлетних этно-туристических лагерей в Улутаусском и Жанаркинском районах. Земельные участки под них уже определили. По информации Управления образования, в этом летнем сезоне в прошкольных лагерях смогут отдохнуть больше 5000 учащихся начальных классов. Около тысячи детей из социально уязвимых слоев населения отправят на отдых за пределы области. На эти цели из бюджета выделили 52 миллиона тенге. В рамках спонсорской помощи крупных предприятий региона в детских оздоровительных лагерях страны побывают 1300 детей. Помимо этого, через фонд «Казахстан-Халкна» в прошлом году у нас с летним оздоровлением именно в Балдаврине Республиканском охвачено было 200 наших ребят, и в этом году это количество уже 287. Также в области для школьников впервые организуют профильные лагеря при колледжах. Подростков ожидают увлекательные занятия по различным направлениям, которые планируют проводить в первой половине дня. По задумке, такая форма организации досуга способствует не только полезному времяпрепровождению, но и поможет детям определиться с будущей профессией. Чизгазганский гуманитарный колледж готовит учителей начальных классов, учителей информатики, английского языка, поэтому будут проходить летний лагерь по направлению лингвистика, IT и творчества. Мы планируем принять больше 100 детей. Будут задействованы наши студенты, конечно. В целом по области больше 80% детей получат возможность отдохнуть в летних лагерях, уверяют местные власти. Елизавета Шалин, Нурдулета Манкешев, 24КЗ, область Улутау. Продолжение следует...